Здравствуйте, друзья! Вы на канале Golden Voice. Сегодня я прочту вам произведение Валерия Медведева «Баранкин. Будь человеком». Событие 21. Кепка, зенитка. Подождав, пока воробей улетит подальше, мы с Костей осторожно вылетели из-под крыши и направились за нектаром к видневшейся внизу клумбе с цветами. Я, конечно, по-прежнему проваливался на лету в воздушные ямы, но уже того ощущения, что я умираю от радости, у меня почему-то не было. И ухать мне что-то вдруг расхотелось. Птицы только сверху опасны, сказал Малинин, а к земле чем ближе, тем безопаснее. В крайнем случае увидишь воробья, маскируйся. Маскируйся, а если я пока буду есть нектар, меня самого съедят, тогда что? Меня так и подмывало задать этот вопрос Малинину, но я снова сдержался и промолчал. Цветов на клумбе было очень много, и красных, и белых, и синих, и от всех шел такой чудесный нектарный запах, как от маминого печенья на кухне. У меня от одного запаха нектара слюнки потекли и даже голова закружилась. Я уже не слушал, что говорит мне Костя. Я самостоятельно выбрал самый большой цветок и закружился над ним, выбирая место для посадки. «Дави его!» – раздался внезапно за моей спиной чей-то пронзительный голос. Я перевернулся в воздухе и увидел невдалеке двух мальчишек с лопатами. Они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами. «Это непарный шелкопряд! Дави! Я его знаю!» – крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул. Так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания. Я опять спокойно перевернулся в воздухе и снова закружился над тем самым большим цветком, от которого так вкусно пахло нектаром. В это время сзади меня накрыла огромная тень. Что-то свистнуло возле крыла и сильным толчком воздуха бросило на землю. «Ура! Сбили!» – закричал один из мальчишек, закружив кепку над головой. Голос этого мальчишки мне показался подозрительно знакомым. «Нет, не сбили!» – сказал другой мальчишка. «Он спрятался среди цветов. Ищи!» И второго мальчишки голос мне тоже показался знакомым. Я присмотрелся получше к истребителям непарных шелкопрядов и узнал в них своих одноклассников. Веньку Смирнова, того самого Веньку, что стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были еще воробьями, и Генку Коромыслова, Венькиного прихлебателя. «Ладно, Венька», – подумал я про себя. «Твое счастье, что я сейчас бабочка. А то бы я рассчитался с тобой за все». Тем временем Венька и Генка стали рыскать по траве и искать меня среди цветов. Но я не растерялся. Я, как только упал на землю, сразу же сложил крылья вместе и сделал вид, что я не бабочка, а сухой березовый листик. Ребята топтались рядом со мной. Один из них даже отшвырнул меня носиком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел. «Вот он», – заорали истребители непарных шелкопрядов. Но было уже поздно. Я уже взмыл высоко в воздух и совершенно неожиданно оказался рядом с Малининым. «Я тебе кричу, улетай», – завопил на меня перепуганный Костя. «А ты на цветок лезешь». «Так ведь они кричали, дави шелкопряда, а ты сказал, что я капустник». «Больно эти оболтусы в бабочках разбираются», – сказал Костя, опускаясь на электрические часы, висевшие на столбе над клумбой. Я посмотрел, который час и почесал лапкой затылок. На часах было уже ровно двенадцать, а наша жизнь опять шла совсем не так, как ее расписывал Костя Малинин. Есть хотелось все больше и больше. Овенька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмегивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. Как же нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоест ждать, и они уйдут, и тогда уж мы с Костей наедимся нектара. Но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами и прозвищами. «Отвредителей слышу», – крикнул я, разозлившись. «Зинка Фокина вас в саду на воскресник ждет, а вы здесь с бабочками прохлаждаетесь». После этого Генка запустил у нас кепкой, а Овенька полез на столб и сорвался. «Здесь не позавтракаешь», – сказал Костя так, словно он знал, о чем я в эту минуту думаю. Субтитры делал DimaTorzok